всем привет это вторая серия европа универсалис 4 прохождение закастили в этой серии я постараюсь захватить побережье марокко вот эту золотую провинцию и возможно мы завоссалим навару аннексируем смотрим что у нас есть до 59 года мы это сделать не можем поэтому включаем скорость тут у нас перемирие это тоже будет длиться до 55 года от повод для войны так смотрим слишком много союзников а уже у нас с османской империи дружит так вот значит будем захватывать монстр неннезависимость гарантирует англии смотрим что у нас еще есть тут пока ничего придется ждать смерть координации так наши а вот за которого мы голосовали вот здесь походу умер выбираем так восстанем сабланки чтобы нациализировать ее у нас потратите 120 административных очков вот отсюда сменить религию пока не можем потому что это не национальная провинция и у нас тут дает минус как я помню это из-за риска восстания идет походу вот смотрим да не государственная культура минус доход от налогов вселенные инновации тоже в минус но национализировать вот смотрим сиена находится рядом с римом союзников нету можно начать уже сюда в торгации все это дело жмем объявление войны а нет не жмем Австрия встанет на их защиту а воевать вот этим вот всем я пропустил немного времени вот у нас появилась первая технология которую можно исследовать дипломатическая которая даст нам рынок и док постройки сразу строим док дает местное торговое влияние плюс 33 скорость ремонта кораблей плюс 25 процентов провинции застраиваемся также можно построить рынок плюс один к местному торговому влиянию тоже это все вот так вот закончились дипломатические очки снимаем спору между дворянством и духовенством в феодальном обществе два сословия обладают наибольшей властью дворянство и духовенство сегодня выясняется что между некоторым бароном и находящимся в его владениях монастырем возник спор кому должен принадлежать больший участок земли перед варе теперь не протолкнуться от людей ноющих о божественных правах в общем очередной земельный вопрос смотрим что можно выбрать восстание нам не надо вот так пока то все строится смотрим что у нас здесь можно попробовать захватить рим них союзники 1020 наберется солдат как обычно так захват рима нам ничего не даст в модификаторах глобальных в общем другого пути у нас пока нет так только идти вокруг смотрим с атаманской империей сдружились вот тут нехорошо раз они сюда начинают расползаться так то так вот сюда австрий значит хочет перехватить контроль над курией и воевать больно не пока низким улучшаем отношения до 190 скоро можно будет ее за вас садить 59 год аннексировать вернее только 7 августа все это дело будет тогда я пропущу наверно пока наберутся у нас очки для технологий мы сможем начать исследование ранее недоступных территорий вот наступил 1460 год у нас наконец набрались очки для новых исследований к тому же Франция бросила призыв помощи в войне смотрим держал Франция наш верный союзник просит нашей помощи французская война за возвращение в провинции Анжу против Прованса вот Ариенге Триер Тоскана это война была которыми начата держал Прованс находится в союзе со следующими странами Триер Тоскана если мы откажем получим минус 5 минус 25 престижу согласиться ждем смотрим с кем мы там воюем в принципе справятся они сами то есть если только вот сюда попробовать высадиться завассалить их у нас рядом проходят торговые пути да и это я тоже думаю потом захватить все тут Южная Италия так собираем флот у нас валяется по всем этим сразу увеличиваем а оно у нас уже на максимуме и смотрим может у нас что получится а а они не могут заключать мирный договор поэтому я думаю даже высаживаться туда не будем вернемся к технологиям то есть появляются новые солдаты можно выбрать первую национальную идею сразу меняем солдат научников выбор национальной идеи здесь у нас видно 16 идей каждую из которых можно будет развивать потом сейчас я думаю самое время выбрать колониальную идею который даст нам возможность выбирать конкистадоров и следователей возьмем сюда каждая вот эта вот идея которая входит национальную будет стоить нам 400 очков определенные определенные группы в зависимости от того куда относится того нам нужно будет потратить 800 очков чтобы нанять первого своего исследователя новара уже аннексируется посмотрим когда это у нас закончится в 1972 году болезнь монарха Джоан 2 серьезно болен поэтому не может справиться со всеми аспектами управления страной как мы должны выйти из этой ситуации больше больше власти провинции даст плюс 5 торговли которые у нас сейчас посмотрим практически 17 процентов дохода нам приносит от всего инфляция уже составляет почти полтора процента со временем его можно будет сбить как только набирается два за счет вот этих вот очков можно это все дело сбивать в наваре правит регенский совет вот а Франция пока побеждает что бы нам урвать под это общее дело нам ничего не получится в общем в круге нам развиваться дальше пока просто некуда все в союзниках друг у друга смотрим если здесь у нас возможность так Ак Кюнулу какие-то у них в союзниках наверное вот здесь где-нибудь находятся так ждем пока набираются тогда очки у нас следовательски смотрим что творится в Европе Дания потеряла власть над Норвегией и Швецией которые сейчас правят сами пока в союзниках Норвегия с Данией Швеция с Польшей и Померанией Москва добивает Новгород Венгрия расширилась за счет мозолей забрав в ней Галицию и Лику не помню была она у них сразу под контролем или нет вроде вроде была Франция подключила мир с бывшим врагом державы Прованс вступает Анжу в державе Франции так смотрим где она есть а вот вот этого хватило Франции гарантирует независимость Шотландии напряженность между ними растет жду Англии и Франции Англия тоже независимость Шотландии поддерживает какие-то у них мутные там дела происходят Сюда нам влезти никуда опять здесь ничего не открыто попробовать захватить вот эту в Норвегии но объявление войны без повода даст нам минус 2 к стабильности того будет ноль с нашим плюсом если в какую дани их воду посмотреть сейчас летопись смотрим дания дания вот фрегаты галеры транспорты и того линейных кораблей нету а здесь галеры будут бесполезны но сколько у них наземных сил интересно армии 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 в принципе в Норвегии много быть не должно но попробуем схватить себе Силандию на объявление войны союзники нас не поддерживают мы фиксим с был минус 2 к стабильности второе у нас бонусы что ж объединить флот на всякий случай мощнее было с разу забираем вскладную армию и вот сюда и вот и вот сюда и вот и вот 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 и пока это все доплывет мимо их него фото прошло а не высаживают 2000 человек так у нас лимит армии на 32 то есть мы можем еще одну армию собрать из 10 тысяч человек 3000 конницы и 7 пекоты так флот наконец-таки почти доплую высаживается вот здесь шотландия тоже походу решила захапать под шумок по ну тут мы их разобьем ага успокоиться нашим кораблям зданий воевать пока не надо с количеством возьмут у нас еще не такие хорошие корабли не позволяют далеко плавать это потом откроются возможные галеоны которые смогут доплыть до Америки без каких-то сильных штрафов корабли ремонтируются возможно сможем застать их вот врасплох так отлично вот эти войска объединим сразу к Мадриде смотрим он следит его выйдет наши корабли побеждают галеры в открытом море почти бесполезны этот штраф плюс сток повреждениям кораблей также наши галеры тоже а вот того мы захватили два их корабля какие именно не показаны но один корабль у них мы еще потопили корабли на ремонт сразу отлично армия готова может выбить захватчиков отсюда потом их бросим сразу у нас трава если этих поймаем конечно они убегать любят на т т т т т т т т т а почему мы не идем дальше вот так вот а т т т бесполезное развитие флоты значит минус престиж и дипломатические очки на престиж плевать сейчас дипломатические очки нужно перебросим их сюда на острова проходят рядом торговые пути можно будет добиться влияния если что-нибудь это захватить ну конечно много провинций сразу не забирать нельзя сильный штраф к расширению даст более что у нас еще уже успели национализировать чем больше у нас провинции не национальных это дает штраф вот сюда это дополнительно восстания всевозможные которым потом же всеми типа обстанциями гоняться по всей карте выбираем армию не на те острова приплыли я же хотел бы сюда высадить ничего потому что одна армия есть сада завершена Сразу их вот сюда. Усталость от войны можно уменьшить за счет этих же дипломатических очков. Один из советников умер от старости, эффективный шпионов дипломатической репутации, нужны очки. Пока идет война, особо не выберешь. Уберем самого простого. Опять их вот, на сход попоцан, чтобы пока на ремонт зайти. И обойти их, куда они плывут. Вот сюда. На ремонт. Высаживают подкрепление. Пикни. Когда они вот это вот захватят, можно перерезать путь к флоту. Их армия там застрянет. Еще один советник исчез. Защита крепостей. Отлично. Так. Так. Их вот через открытое море похудачил рыбами. Куда они пошли? Сюда. Перехватить. Ага. Вот. Их армия еще здесь застрял. Их нечего. Два флота объединились. Шитуанский и наш. За счет того, что у них есть командующий. А у нас нет. Тут уверенный значок. И нам даются их бонусы. Отлично. 660 дней они захватывают. 166. Да. Мы захватили какой-то из их кораблей. Сейчас посмотрим. Вот. Наверное, скорее всего, вот этот. Корабли можно отремонтировать. Наверное, здесь будет. Захваченная провинция. Смена власти хурии. Просмотрел. Зачем проход в Венгрии по нашим территориям? Я не понять не могу. Куда ему ходить? В Португалию? И с кем не воюет? Отлично. Краблям нужен ремонт. Оставим поврежденные. Остальные сюда. Куда они рванули опять? Вот. Отлично. Утого. И ход весь разбит. Полностью. И как раз эти корабли еще остались. Ну, воевать в открытом море они особо не смогут. Ну, преимущества на нашей стороне были у них начинственные остальные. Посмотрим, у нас в Дании творится, с кем они там воюют, с половиной Европы. Походу пока побеждают. Так, вот сюда нам надо сразу в столицу их захватить. Ну, не показывают, что союзники, но войной не руководят, потому что можно высаживаться вот сюда. Посмотрим, предложить мир, не хотят. Кого разница еще минус 12, либо подождать, либо нанести им поражение. Нужно для этого. Можно выбрать новую национальную идею. Вот это вот даст лишь одного колониста. Добавят вот сюда. Еще. По три идеи, походу, надо, а не по четыре. Сюда вот. Еще четыре штачков сюда, и можно будет путешествовать в новый цвет. Отличный кораблиный ремонт. Восстание. Восстание. Для него вовремя-то. Установление связи в вытекании. Можно попробовать. Так, платы, в принципе, пока нормально. Восстание надо подавить сразу. Пока это все дело не расползлось. Стройка, стройка, пока без стройки. Деньги на войну уходят. Опять и холод откуда-то вынырнул. Сейчас добьем то, что к ним осталось. Ну все, это уже нам не помешает никак. Войска они уже не перекинут. Ага, плюс десять процентов от заморских провинций к налогам. Сейчас посмотрим. Ага, есть такой бонус. Этих еще выкурить потом. Сразу сюда. Заодно корабли подремонтируют. А вот усталость от войны нам не надо. Поэтому... Ага, почему не уменьшается? Не хватает очков. Можно потратить вот эти. Добавить к стабильности. Это уменьшит риск к восстанию и добавит плюс двадцать процентов к налогам. Плюс, наконец, сезонам сильно долго. В 1777. В 1111 месяцев это сильно долго. Успели, сволочи, успели. Успеем, нет раньше. Поэтому ждем. В принципе, теперь там уже ловить нечего. Там в Шотландии сейчас все захватят. Ну, все войска сюда. У меня предложение мира? Нет. Тут у них восстания начались. Отлично, значит, солдат там их нету. Не смогут помещать. Отлично. Сады завершены. Корабли ремонт. Нам не надо, не надо. А, так не нал. Еще одного попробую. Не хватает очков. Еще одного попробую. Не хватает очков. Все возможные решения принимают национальные. Которые тоже открываются за счет исследований или определенных событий. Здесь, например, нужны административные тесновозы. 5. Ага. Перемирие. Наконец-то наступило. Похоже, непонятно, чем эта война их не закончилась. Теперь можно снова сюда вторгнуться. Схватить вот это вот. Делать все. Так, альштейн, альштейн, альштейн. Ага, понятно. Так. Вышли зосоветет. Можно самим попробовать зосоветет. Можно самим попробовать зосоветет. Отлично. Пробуем что-то делать. Право прохода. Доход войска. Пусть ходит. За счет пошлин тоже можно денег зарабатывать, но помалу. Ну что, моском деле. Инфляция и так там, наверное, уже громадная. Так, у них солдат почти не осталось. Пусть можно из зданий что-нибудь урвать. Пусть это даст на вот эту вот большую обувь, скорее всего, сильное сверх расширение по очкам. В принципе, до нас пока это все дело дойдет. В принципе, это не сильно страшно для нас. Выстанемся сразу в столице. Мирное производление, конечно, нет. Ага, их флот выходит. Кардинал больше нас не поддерживает. Правильно. Опа, новая военная технология. Тактика, ширина построения, мощность и пехота. Причем, чем больше мы воюем и убеждаем, это дает больший бонус к военным очкам. Помимо того, что мы получаем в мирное время. С Sudan. Каплика. 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 Отлично. По времени эта серия уже идет больше 35 минут. Думаю, ее можно закончить. Поскольку, чем больше серия, тем дольше это все будет закладываться и выкладываться в YouTube. Прошлую серию пришлось ждать 10 часов. Так что, думаю, на этом пока все.